Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. Сегодня мы рассмотрим партии, сыгранные защитой Каракан в девятом туре Всемирной шахматной олимпиады, 43-й по счету. Итак, первая группа партий, которые мы рассмотрим, сыграны, так условно их назовем, редкими продолжениями. В частности, в одной из партий, неплохим шахматистов, встретился ход d3 и на d5 исключительно редкий ход ферзь e2. Я бы прошел мимо этой партии, но белыми играл шахматист Кристиан Бауэр, 2629, сборная Франции. Ну и у черных тоже рейтинг 2525, Расмус Свейн. Мне очень понравилось, как черные провели дебют, как разыграли. Для начала они поставили пешку на e5 и видно невооруженным глазом, что ферзь на d8 расположен лучше, чем ферзь на e2. А пешка c6 отнимает при случае поля d5 у коня. То есть у черных уже лишние темпы для размытия. В ответ на конь f3 последовало конь f6, пользуясь тем, что брать на e5 белые не могут ввиду ферзь a5 шах. Только после этого, после того, как белые не зевнули, черные защитили пешку e5. И белые приготовились напасть на пешку e5 еще раз ходом слон c3. И здесь последовал прекрасный ход a7 и a5. Очень он мне понравился. В ответ на слон c3, слон b4. Угроза пешки e5 ликвидирована. Слон c3, который давил на пешку e5, в любой момент будет разменен. Белые сделали отчаянную попытку запутать противника. Предложили сдвоить пешки на c3 ради шаха на d6, ради того, чтобы короля в центре оставить. Но черные холодно рокировали. И выясняется, что размен слонов неизбежен. В ответ на ферзь e1 последовал еще один очень интересный ход к g4. При случае черные хотят сыграть. Слон бьет c3. И белые не смогут взять ферзь. Поэтому белым пришлось отойти на d2. И после b5 конь e3. Черные еще усилили положение коня d7. Доставив его на c5. И после ферзь h4, a4 у них прекрасные шансы на атаку. То есть перевес, несомненно, здесь у черных. Но в дальнейшей борьбе, может быть, дебютная часть отняла от них. У них слишком много сил. В дальнейшей борьбе они не только выпустили преимущество, но даже умудрились проиграть. Тому, кто заинтересуется схемой, конечно, возможность изучить партию до конца будет, если вы скачаете файлик с партиями из описания. Атака Штейнера встретилась в партии относительно малоизвестных шахматистов. У одного 2.236 рейтинг, у другого 2.356. Черные взяли на d5 и после коня f3 сыграли конь c6. То есть, мое мнение, здесь надо играть конь бьет c3, потом g6. Здесь на турнире неплохо себя испытала немедленная g6. А на конь c6 очень коварен ход слон b5. Белые получили вариант атаки по новой. С конем на c6 и слоном на b5. Если черные сыграют a6, то белые с удовольствием съедят на c6 и будут давить на эти слабости. Ход a6 явная потеря времени. Но с другой стороны, сами брать на c6 белые не хотят. Они просто развивают фигуры, пользуясь тем, что черные не могут сыграть b6 и слон b7. Конь на c6 под боем. А вот в ответ на слон d7 белые с удовольствием поставили слона на d3. И выяснилось, что слон d7 просто препятствует нормальному взаимодействию черных фигур. Конечно, его место на b7. После ладья c8 у белых огромное количество заманчивых ходов. Я их тут все перечислил. Слон e3, например, простое. Или более агрессивное слон g5. С идеей ферзь d2, ферзь f4, ферзь h4. Или слон c2 с идеей ферзь d3, слон g5. Ну, даже вот конь e5 тоже вполне достойно напали на слона d7. Пешку d4 защитим слоном с e3. А в случае слон e8, слон e3 с пешкой d4 никаких проблем нет. А если черные заберут на e5, у белых не станет изолятора, а у черных подвиснет пешка a7. То есть, и здесь тоже белые владеют инициативой. То есть, какой избрать план? Ну, для этого, это, во-первых, дело вкуса. Ну, либо более глубокого проникновения в позицию. Белые сделали странный ход слон b1, заперев ладью. Черные могли ответить ферзь b6 с идеей ладья fd8, слон e8. А от атак по диагонали b1, h7 они избавятся ходом g7, g6. Вместо этого последовал странный ход конь b8. Белые вполне могли уже провести d5, просто избавиться от изолированной пешки. Их фигуры, несмотря на то, что, ну, на достаточно странную позицию слона на b1, лучше готовы к бою. Все-таки конь на b8 тоже не украшение. Ну, и после конь e5 было все в порядке у белых. Просто вместо ладья e3 мне больше нравится ход слона 2. И если слон d5, то просто размен. И отсутствие белопольного слона делает позицию черных, на мой взгляд, достаточно неприятной. То есть не так устойчив. Конь на d5, нет контр-игры по большой диагонали. Белые сыграли вместо этого ладья e3. После конь b7 взяли на c6, черные взяли пешкой. Это взятие, конечно, необходимо для игры на победу, чтобы пешка d4 не смогла продвинуться на d5. И, в общем-то, после слона 2 конь b6 завязалась сложная борьба с взаимными шансами. Ну, и здесь отсутствие белопольного слона у черных не так ощутимо. И хотя активность им проявить не так просто, в итоге они выиграли на 40-ом ходу. Также, встреча вот в этом файлике у меня разобрана система двух коней. В одной из партий черные сыграли конь f6. Белые зачем-то пошли здесь ферзь e2. И после разменов на c3 и на f3 получили позицию, в которой их слонам крайне тяжело проявлять активность. Черные готовы к наступлению на ферзьевом фланге. Скажем, хоть b6, хоть c4, ладья b8, b4. Если восьмут на c4, то bc. И даже перевод ладьи на a6 заслуживает внимания через b8. Он и последовал в партии. И, в общем-то, несмотря на 180 пунктов разницы в пользу белых, выиграли здесь черные. Ну, хотя бы это вполне естественно. У белых не видно никакой активной игры. Пешка e5 слаба. Король тоже защищен не так хорошо, как кажется. И в паре партий было сыграно d e. И после конь b4, конь f6 и e. Схема очень интересная, непростая. Хотя раньше считалось, когда я начал заниматься изучением защиты каракан. То есть, условно говоря, лет 30 с лишним назад. Считалось, что эта структура в принципе в пользу белых. Ну, вот в одной из партий белые сыграли d4. И черные применили совершенно нестандартный маневр коня a6. Чаще конь идет через d7 на b6 и d5. Или на f8 и e6. Здесь они его зачем-то поставили на c7. И выяснилось, что это тоже вполне нормально. Черные хотят сыграть слон g4 и перевести слона на g6. Для нейтрализации слона d3 белые этого не позволили. Но, в принципе, здесь у черных уже более-менее приемлемая игра. За перевес можно было бороться, на мой взгляд, путем c4. Все-таки белые должны как-то демонстрировать, что у них есть лишняя пешка на ферзевом фланге в центре. А после слона d2 конь d5 черные завершили развитие и начали блокировать ферзевый фланг противника. Теперь после 17-го хода черных слона d5 возникла критическая позиция, в которой белым стоило, на мой взгляд, просто сыграть слон d3. И жертва фигуры достаточно лишь для вечного шага. Белые то ли испугались жертвы фигуры, то ли решили не упрощать. Хотя, конечно, размены с такой пешечной структурой на королевском фланге должны быть выгодны белым. То есть слон d3, слон бьет d3, ферзь бьет d3, несомненно, было бы им на руку. После размена на e1 у черных в руках линия e, у них есть возможность наступления на королевском фланге пешками h5, и если потребуется даже g5 и g4, или f5 и f4. И, в общем, в затяжной борьбе на 47-м году черные одержали победу. В другой партии было сыграно слон c4. Белыми играл Майкл Адамс, а черными – Риан Торий. Насколько я знаю, был чемпионом мира до 20 лет. Южно-американский шахматист. В партии последовало слон d6. И раньше считалось, что в этих позициях черным требуется разменять белопольных слонов на поле e6. Скажем, сыграет слон e6. И после размена исправить пешечную структуру. Торий трактовал дебют несколько иначе. Что интересно, он не боится порчи пешечной структуры. После слона бьет а6 ба, считая, что это с лихой компенсируется резко возрастающей силой белопольного слона черных. Ну и опять же, линия b для ладьи открывается. А пешка f6 сдвоенная выполняет важную функцию. Она не пускает белого коня на e5. То есть, несмотря на такое странное пешечное расположение, у черных, похоже, здесь полный порядок. Адамс не стал портить противнику структуру. И после аккуратного c3 нашел возможность разменять активного коня. И, на мой взгляд, так как у черных нет теперь хода c6-c5, у белых небольшой, но достаточно устойчивый перевес в этой позиции. Который, впрочем, реализовать им не удалось. То есть, у белых здесь, на мой взгляд, должно быть получше. Неплохие должны быть шансы на победу, потому что усилить позицию могут только белые. Проходная может быть создана только путем c4-d5. На королевском фланде шансов на создание проходной у черных нет. Слон d5 не особо устойчив из-за ресурса c4. Но, тем не менее, 68 ходов бились. И молодому шахматисту удалось устоять против Микки Адамса, которого даже пауком называли. Еще одна партия развивалась тоже неимоверно интересно. В ней Сэвил Шенкланд сыграл конь f3 в разменном варианте. И в ответ на конь c6 вывел слона на b5. Раньше, насколько я знаю, такой ход считался признаком новичка. Ну, кстати, отмечу, что на конь f3 я считаю сильнейшим ответ конь f6. Так как после конь c6 у белых есть возможность с выгодой перейти в атаку панова. То есть, конь на c6 не является здесь украшением позиции. После коня f6 конь c3, слон g4. Раньше этот вариант считался совершенно ничейным. Скажем, cd конь бьет d5, ферзь b3. И теперь слон f3, gf e6. Вот этот вариант считался ничейным. Сейчас там нашли очень интересные возможности для активной игры за белых. Но это я все расскажу тем, кто будет у меня участвовать в тренинге, стартующем в понедельник. Первый этап тренинга по защите каракан, стартуясь в понедельник. Ссылка на видео есть под описанием. И там же есть в гугл форме, если кто-то желает участвовать, есть пара мест еще. Так, после хода слон b5, у белых, видимо, та же идея сыграть c4. И после e6, c5 получить идеальную позицию, о которой мы говорили еще при разборе первого тура. Поэтому черные дали шаг, загнали коня на c3. С виду получилось с переменной цвета защита Рогозина. То есть то, что пешка c2 не встала на c3 для белых, конечно, не очень хорошо, но не смертельно. К тому же у них здесь есть лишние темпы. На слон g4 они пошли слон d2, херзью пришлось возвращаться на d8. И это последовал еще сильный удар, конь e5. На слон бьет d1, конь бьет c6, достаточно неприятная. Черные очень сильно отстали в развитии. И рискуют не выжить. Черные сыграли слон d7. Вот эта позиция выглядит для них неимоверно опасной. Тем не менее, белые не смогли дожать. То есть действуют вроде бы достаточно энергично. Но почему-то вот здесь была сделана длинная аркировка. Хотя очевидно, что просится g5. Черные вынуждены меняться. И отступать конем. А, и теперь если g6, то конь бьет e5, de, d4. Может привести белых в тяжелой позиции неожиданно. Конь бьет d7, слон бьет d7, g6. Тоже для черных не опасно. Но с другой стороны, белые же могут здесь сыграть как-нибудь типа ферзь h5 или ферзь h7. Или взять на c6 и на bc ответить g6. Черный король застрял в центре и, на мой взгляд, может попасть под атаку. Но вместо g5 была сыграна более спокойная аркировка. И черные потихонечку завершили развитие. Король убежал из центра. И худшее осталось позади. Сильный удар конь e4. Если взять на e4, то там подвисает пешка d4. Хотя, может быть, так и стоило сыграть. А после ферзь бьет f7. Выяснилось, что у черных есть некоторая компенсация за отданную пешку. Белый король совершенно раскрыт. Ну и, в общем, партия закончилась ничьей. И еще ряд партий был сыгран в нормальной позиции. После конь d2 или конь c3, de, конь бьет e4. В нескольких партиях была сыграна классическая система слон f5. В одной последовала конь f6 и ef. После c3, слон d6, слон d3, черные дали совершенно непонятный шаг на e7. Потеряли важнейший темп. И в результате их позиция, мне кажется, очень опасной. Они сопротивлялись очень долго, но на 61-м ходу сдались. Черные потеряли важнейший темп. Не могут рокировать в короткую сторону. И, соответственно, они остались без контр-игры. Так как контр-игру им надо искать в центре или на ферзьевом фланге. А король их обязан просто находиться на g8. Ну, короля на g8 они убили. Но он там оказался в опасности. И, в общем, не удержались. После слона f5, конь g3, слон g6, конь f3, конь d7. В двух партиях встретилось h4. h6, h5, то есть основной вариант. И слон f4. В первой из них, видимо, в женском турнире, не знаю. В общем, невысокие рейтинги у игроков. Последовало конь f6, 3-0, конь d5. И после слона d2 черная вместо конь b4. Одно время считалось очень интересным. Впрочем, на конь b4 белые могут забрать этого коня. Черные сыграли конь 7, f6. Мое мнение, это не точность, так как снят контроль с важнейшего пункта e5. Белый конь тут же попал на него. И уже сейчас белые могли сыграть f4 с угрозой f4, f5. Они вместо этого сыграли c4. И здесь, после рокировки, в общем-то, у черных полный порядок был, если бы они так сыграли. Полный порядок, потому что белым очень тяжело привести в движение пешки на королевском фланге. А после конь e4, ну, с идеей все-таки g4 двинут, черные меняются на e5, очень сильный ход. Меняются на e4 и начинают атаковать на ферзевом фланге. То есть белые не могут провести g4, g5. До пункта f7 им тоже не добраться. Если они вскроют линии путем d5, у них станет слабой пешка e. То есть преобладание в центре ничего им не дает. Но вместо рокировки последовала ферзь c7. И после c5, слон f8, f5, позиция черных, на мой взгляд, уже очень плохая. Ну и белые потихоньку выиграли. Более сильный ход, чем конь gf6, на мой взгляд, это ферзь e5, шаг. С идеей на слон d2 пойти слон b4. Это встретилось в партии тоже шахматистов неизвестных мне. Но черные, несмотря на то, что у них на 100 пунктов рейтинга меньше, играли здесь смело, правильно. На конь e4 ответили конь gf6. И после конь d6, шаг, получили прекрасную позицию. То есть король на e7 расположен великолепно. В планах черных ладья hd8, король f8. На dc, видимо, правильное взятие ферзем. Переход, размер ферзей, на мой взгляд, выгоден здесь черным. А вот на ладья h4 я бы ладью h поставил на d8. Черные предпочли поставить на c8. В результате потеряли темп. Но на результате партии это не сказалось. Висит ладья на d4, и белые это проигнорировали. Атаки у них, как таковой, не получилось. Ну и популярный в интернете, но менее популярный в классику, ход слон d3 был в партиях Ли Квину Аун, 297 рейтинг, и Микаэля Агопова, 2447. После слона d3 черные растаялись максимально естественным образом. Слона на e7. Но после слона f4 решили, что рокировать им не надо. То есть коня на d5 они укрепили. И решили... Здесь белым стоило сыграть c3. А после коня e5 решили черные, что им рокировка уже не нужна. Они сыграли здесь ладья h4. Хотя, как раз, на мой взгляд, спокойная рокировка дает им еще больше шансов на получение перевеса. Впрочем, и после ладья h4 у них все в порядке. Особенно в свете того, что белые решили сыграть против слабой пешки c6. Они сыграли c4. И теперь черный конь на d5 является хозяином положения. Пешка e5 слаба. То есть белые не в силах надавить на пешку c6. Которая, к тому же, побежала вперед захватывать пространство. Черные схватили единственную открытую линию. И потихонечку преобразовали этот небольшой перевесик в полновесное очко. На этом обзор защиты каракан, встретившийся в девятом туре, заканчивается. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Ивечкин. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки и так далее.